Это новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса всё о главных событиях и жизни Владивостока. С вами Юлия Ракотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Андрей Тарасенко прилетел из Москвы, чтобы вручить дипломы и благодарственные письма «Росмор. Речь флота» выпускникам Морского университета. Мы пригласили специально судовладельцев, которые сегодня нуждаются порядка 200-300 человек. Нам нужно сегодня пополнить для пополнения флота. Сквер вьетнамского лидера Хо Ши Мина во Владивостоке. Жители Борисенко радуются новому месту отдыха. Прекрасно сделано всё. Вот прекрасно сделано. Я здесь живу 6 лет. Не описать и лучше не вспоминать. А сейчас, конечно, здорово. Игроки «Луча» провели мастер-класс для юных спортсменов села Вольнонадеждинское. Профессиональные футболисты отметили навыки подрастающего поколения. Дети всегда, как говорят, радость жизни. Всё классно. Также в выпуске. Экс-директора «Некрополя» задержали. На муниципальном предприятии прошли обыски. Ещё расскажем. Госавтоинспекция рассекретила камеры. Карту фото-видеорадаров можно найти на сайте ГИБДД. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Экс-директор МУП «Некрополь» Игорь Бобынин задержан по подозрению в получении взятки. В похоронном агентстве прошли обыски, сообщает ВЛРУ. По информации издания «Конкурент», городская похоронная служба 1 августа приостановила свою работу. Отмечается, что будучи руководителем муниципального похоронного предприятия «Некрополь», Бобынин в течение нескольких лет получил десятки миллионов рублей за покровительство, которое оказывал коммерческим структурам, ведущим деятельность на кладбищах Владивостока. Во главе МУП «Некрополь» Бобынин проработал вплоть до сентября 2017 года. Жители Владивостока обеспокоены ситуацией. Люди переживают, как это скажется на работе МУПа, а также городских моргов. ГИБДД раскрыла карты. Инспекция опубликовала карту размещения комплексов фото-видеофиксации по всей стране. На сайте ведомства начал работу в тестовом режиме интерактивный раздел, который сообщает о местах распространения комплексов. Напомню, в июне этого года на госсовете президент Владимир Путин сказал, что не надо скрывать и прятать камеры на опасных участках. По его словам, происходила прямая подмена смысла всех специальных мероприятий для фиксации нарушений правил движения. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, подчеркнул глава государства. Новый раздел на сайте ГИБДД создан для информирования о местах установки комплексов. Он также поможет разработчикам навигационных приложений достоверными данными. Отмечу, в Примурье действует 60 радарных комплексов «Кордон» и «Крис-С», которые фиксируют скоростной режим. С начала года выписано 350 тысяч штрафов на 192 миллиона рублей. Система «Паркон» за этот же период выявила более 36 тысяч нарушений правил парковки. В 2019 году краевые власти планируют установить 18 дополнительных фоторадаров. В 2020-м еще 70 комплексов. Нужно отметить, что за последний месяц в Примурье автоматические радары зафиксировали рекордное количество правонарушений. В региональной ГИБДД сообщили, что только за неделю зафиксировано 14 тысяч нарушений. Сумма штрафов превысила 7 миллионов рублей. Специалисты связывают такое резкое увеличение числа инцидентов с тем, что в эти дни в Примурье хлынул поток отдыхающих из разных регионов страны, которые приезжают в край на своих автомобилях. Вот некоторые примеры с пабликов «ДПС-контроль» и «Ньюсбокс-24». Разбил туманки, оставил сколы на бампере. Водитель «Лексуса», не желая уступать дорогу, во время обгона закидал камнями «Тойоту Приус». Подписчик паблика рассказал, что, двигаясь по грунтовой дороге, он и его автомобиль попали в неприятную ситуацию из-за водителя «Лексуса», автомобиль которого совершал пируэты. И еще одно видео на кадрах видеорегистратора. Заметно, как иномарка, нарушая скорость и дистанцию, не удержалась на трассе и на полном ходу вылетела в кювет. Сообщается о том, что пострадавших нет. Или такой пример автохамства. Горожане, вернувшись домой, обнаружили, что не могут проехать из-за машины, вставшей для разгрузки вещей. Вот так вел себя автовладелец, проигнорировавший протесты тех, кому нужно было проехать. Пришлось вызывать полицию. Выпускники Морского государственного университета получили дипломы под аккомпанемент оркестра и поздравления эксглавы Приморья, а ныне замглавы Федерального агентства морского и речного транспорта Андрея Тарасенко. Торжественное мероприятие состоялось на площадке перед морским вокзалом Владивостока, а фоном мероприятия стало парусное учебное судно «Надежда». Евгений Черемухин расскажет подробнее. 98 курсантов выстроились в шеренгу. Оркестр начинает играть, а с пристани видны паруса «Надежды». На этом учебном судне выпускники Морского государственного университета в свое время провели почти два года. Из шести лет обучения. Вручение дипломов будущим работникам флота прошло торжественно. Поздравить парней и девушек приехали самые высокие гости. Но сначала слово ректору. Мы чествуем наших бывших курсантов, прошедших большой путь развития себя как личности, как специалиста почти шесть лет, которые позволили вам до сегодняшнего момента, даже не побоюсь этого слова, сказать, что добраться, дойти, дожить. Проводить ребят во взрослую жизнь пришли также родственники и друзья. От количества людей на площадке у морвокзала создавалось впечатление какого-то глобального праздника. Перед вручением провели перекличку. После курсанты по одному выходили за своими дипломами. Большая часть выпускников – 65 человек судомеханики. Остальные будут работать в сфере электромеханики. Из 98 человек 12 умудрились окончить с красным дипломом. На церемонии, кроме привычных нашему уху имен, прозвучали и азиатские. Оказалось, что дипломы вместе с российскими курсантами от того же самого университета получали вьетнамцы. Ректор объяснил съемочной группе, что к чему. Сегодня в выпуске представлены ребята из Вьетнама. Это, скажем, самые сливки вьетнамского общества, которые были отобраны, во-первых, в стране, а далее компания Вьетсов Петра провела свой конкурс и представила на обучение в морской университет. Чем, собственно, сегодня они засвидетельствовали свое, скажем, стремление к познанию нового. Большая часть из них получила красные дипломы. Кроме преподавателей, на празднике присутствовал и экс-руководитель Приморья Андрей Тарасенко. Представляя Росмор Ричфлот, он сказал о необходимости развивать и делать престижнее морское образование. Мы пригласили специально судовладельцев, которые сегодня нуждаются порядка 200-300 человек. Нам нужно сегодня пополнить для пополнения флота. Строится флот, заходит рыболовный флот, заходит сегодня новый вспомогательный флот, заходят танкера. Наш флот. Нужны специалисты. Церемония длилась полтора часа. Несмотря на палящее солнце, курсанты достойно выдержали построение, получили свои документы и чеканным шагом покинули праздничный плац. Конечно, под аккомпанемент оркестра МГУ и соло-саксофона. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Уютный и тихий зеленый уголок в шаговой доступности. Во Владивостоке на улице Борисенко появилось новое место отдыха. Сквер имени Хо Ши Мина с памятником первому президенту Вьетнама. Жители близлежащих домов оценивают работу администрации Дальневосточной столицы. Подробности у Светланы Садовой. Скамейки, клумбы, пешеходные дорожки, урны. Уютный и тихий уголок для прогулок и отдыха всей семьей появился на улице Борисенко. Здесь можно не только прогуляться, но и пробежаться, покататься на велосипедах, роликах, устроить небольшой пикник и даже фотосессию. То есть с комфортом провести время в городской черте. Раньше здесь было вообще ужасно. Эти кусты, вот эти страшные состояния. Мы живем здесь с 87-го года, а раньше это все клумба была. Потом клумбы перестали садить. Что-то заросло вот этой травой. Сейчас, конечно, это другое дело. Это совсем между небом и землей. Особенно по душе новый сквер пришелся пенсионерам из близлежащих домов, у которых нет возможности выехать за город, а прогуляться в красивом месте, где много зелени и можно отдохнуть в тени, хочется. Поэтому и в будние дни, а особенно по выходным, новый сквер не пустует. Прекрасно сделано все. Вот прекрасно сделано. Я здесь живу 6 лет. Не описать. И лучше не вспоминать. А сейчас, конечно, здорово. Я очень болею сейчас. Но вот мне очень хорошо, удобно. Вот я вот на доме живу. И потом придешь сюда и отдыхаешь. Ни бомжей, ни собак, ни матов лишних. Ну, прекрасно. Прекрасно. Сквер назван в честь Хо Ши Мина. Здесь же находится и памятник первому президенту Социалистической Республики Вьетнам. Работы по благоустройству территорий лично контролировал глава Владивостока. Поручение Олега Гуменюка было однозначным. Должно появиться новое и комфортное место отдыха для горожан и жителей близлежащих улиц. Чтобы детскую площадку построили, чтобы можно было деткам где-то погулять. И так они вот бегают, катаются. В этом году во Владивостоке преобразятся пять популярных у горожан мест отдыха. Аллея Дениса Давыдова, территория в районе Енисейской 23, сквер Невельского, детский парк на улице Черемуховой и сквер рядом с озером Лотосов в поселке Трудовое. Светлана Садовая. Новости на восьмом. Более 500 приморских детей-сирот обрели семью с начала года 505. Воспитанников Центра содействия семейному устройству в Примурье теперь живут с мамой и папой, а также братьями и сестрами. 75 ребят взяли в приемную семью, 40 детей усыновили. Устроены под опеку 349. В кровные семьи вернули 40 детей. Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, сокращается. Сейчас там опубликована информация о 1787 детях. В Центрах содействия семейному устройству в Примурье еще остаются 887 маленьких приморцев. Отмечу, в Примурье ведется активная работа по профилактике сиротства и устройству в семье детей, лишенных родительской заботы и тепла. Администрация края реализует совместные проекты с разными общественными организациями. Три летних месяца – это лучшее время для акции каникулы в семье. Детей забирают в семьи и потом уже не отдают назад. А еще действует национальная программа детского туризма для воспитанников детдомов «Моя Россия» и конкурс детской самодеятельности «Надежда, вдохновение, талант» и многие другие. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой… Элита российской армии «День воздушно-десантных войск» отметит во Владивостоке. Фестиваль уличного кино пройдет в амфитеатре «Спортивной набережной». Игроки «Луча» провели мастер-класс для юных спортсменов села Вольно-Надеждинское. Сегодня с вами Юля Роакотская, и мы продолжаем. Элита российской армии «День воздушно-десантных войск» отметит во Владивостоке. Фестиваль уличного кино пройдет в амфитеатре «Спортивной набережной». Игроки «Луча» провели мастер-класс для юных спортсменов села Вольно-Надеждинское. 2 августа «Приморская столица» отметит День воздушно-десантных войск. Во Владивостоке по традиции утром состоится торжественный митинг, посвященный 89-й годовщине образования ВДВ. Затем возложат цветы к памятнику приморцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах в Парке Победы у Дома молодежи. Пройдет уже пятый по счету автопробег по маршруту «Русский остров», «Парк Победы» и показательные выступления. Днем 2 августа десантников в тельняшках и беретах с зелено-голубыми флагами можно будет увидеть и поприветствовать на спортивной набережной и на центральной площади. Но не в фонтанах, как это принято в центральной части России. Сегодня, конечно же, мы с ними встретимся. Но употреблять спиртное мы не будем категорически. Мы за здоровый образ жизни. Праздник, считаю, должен быть трезвым, чтобы не оплошать голубой берет и честь ВДВ. Воздушно-десантные войска – это высокомобильное подразделение войск быстрого реагирования, предназначенное для охвата противника по воздуху и ведения боевых и диверсионных действий в его тылу. Это в первую очередь семейный праздник. Это семейная гордость. То, что, как говорится, у каждого десантника есть девушка, но у каждой девушки есть десантник. Поэтому это почетно для всех. Войска ведут свою историю со 2 августа 1930 года, когда на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые было выброшено на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности. Первое подразделение ВДВ сформировано в 1931 году. В 1991-м войска признаны самостоятельными. С первого дня существования ВДВ стали войсками передового рубежа. Их девиз – «Никто, кроме нас». Они заслуженно считаются элитой российской армии. К 75-летию победы в России приурочена общероссийская патриотическая акция «Сердце солдатской матери». В ее рамках предлагается поддержать строительство главного храма Вооруженных сил России. С таким обращением выступили потомки Епистемии Степановой, солдатской матери, потерявшей девятерых сыновей в период Великой Отечественной войны. Всего же у женщины было 15 родных детей. Род Степановых продолжается. В нем сейчас, кроме прямых потомков, около 50 внуков и правнуков. Потомки матери-героини, потерявшие девятерых сыновей, пишут в своем обращении. Воплощается в жизнь замысел по созданию духовного центра, объединяющего военнослужащих, ветеранов, молодежь и все наше общество вокруг патриотической идеи защиты Родины. Храмовый комплекс – это символ многовековой истории подвига российского воинства во славу Отечества. Внести добровольные пожертвования можно на счет специально созданного благотворительного фонда «Воскресенье», а также отправив на короткий номер 3443 слово «Армия». Храм строится на территории военно-патриотического парка «Патриот». Шестой кинофестиваль короткометражных фильмов пройдет во Владивостоке 10 и 11 августа в амфитеатре «Спортивная набережная». Время начала показа в 20.30. Вход свободный. Гости мероприятия посмотрят короткометражки российских режиссеров и примут участие в голосовании за лучшую работу. Фестиваль уличного кино – это проект, придуманный и запущенный в Приморье в 2014 году. На сегодня он охватил более миллиона зрителей из 72 субъектов России, став самым массовым смотром кино под открытым небом в мире. В рамках проекта запланированы публичные показы 10 лучших короткометражных фильмов, снятые молодыми российскими режиссерами. Сорганизатором фестиваля в Приморье выступает кинокомиссия Приморского края. О культурной жизни Владивостока можно узнать и в нашей традиционной рубрике «Афиша». Впереди выходные, а значит, это отличный повод посетить какую-либо площадку или мероприятие. Сделать выбор поможет Александра Вершинина. Здравствуйте, это рубрика «Афиша», и мы готовы рассказать вам о самых интересных событиях на ближайшие дни. Международный дальневосточный фестиваль «Мариинский», который в эти дни проходит во Владивостоке, приглашает зрителей на выступления Страдивари-ансамбля Мариинского театра. В программе прозвучат произведения Феликса Мендельсона и Антонио Вивальди. Начало концерта в 19 часов, стоимость билетов от 400 рублей. Открытая танцевальная площадка в малом дворике «Гума» предлагает всем желающим приобщиться к танцам 19 века. У зрителей будет возможность посмотреть на пары в исторических костюмах, насладиться классической музыкой и танцами. Желающие освоить вальс или мазурку могут принять участие в мастер-классах. Начало мероприятия в 19 часов, вход свободный. Желающие увидеть голливудское кино в оригинальной озвучке смогут сделать это в кинотеатре «Иллюзион Парк», где состоится показ остросюжетного фильма «Хоббс энд Шоу» на английском языке. 19.10 по адресу Черемуховая, 15. Стоимость билетов 350 рублей. Ботанический сад ДВО «Ран» приглашает детей и родителей на мастер-класс под названием «Хищные растения». Тем, кто давно хотел завести зеленого хищника у себя дома, расскажут, как заботиться о таких растениях, как их кормить и чем поливать. Начало мероприятия в 11.00, стоимость билетов 700 рублей. Запись на мастер-класс обязательно. В парадном зале Приморской государственной картинной галереи состоится лекция «Назад в настоящее» настенная живопись Римской империи. Посетив ее, вы сможете узнать, какие достижения европейского искусства нового времени предвосхитили античные художники. Почему слово «гротеск» происходит от слова «грот» и еще много интересного. Начало лекции в 18 часов. Стоимость билетов 100 и 150 рублей. Любителей хорошего кино приглашают в гости киноклуб Петербургской школы телевидения. В эту субботу состоится показ фильма «Об истинных меломанов», а затем его дальнейшее обсуждение в рамках киноклуба. Начало мероприятия в 18 часов по адресу Алиутская, 14А. Вход свободный. На автодроме Змеинка состоится четвертый этап ежегодного чемпионата Владивостока по дрифту, в котором примут участие спортсмены со всего Дальнего Востока. Любители экстремальной езды ждут визг покрышек, много дыма и захватывающий парный дрифт. Также в зрительской зоне будет работать фудкорт. Начало заездов в 10 часов. Вход бесплатный. Третий этап фестиваля уличных танцев «Street Air» состоится в воскресенье. В нем могут участвовать все, кто любит танцевать или стремится научиться. Для участников неважны возраст, пол и рост. Доступ открыт для всех без исключения. Главное условие – любовь к танцам и желание делать это лучше день за днем. Мероприятие пройдет на площадке амфитеатра «Спортивная набережная». Вход бесплатный. Стендап-лекция «Эволюция диснеевских принцесс» пройдет в библиотеке «Бук». Мультфильмы студии Дисней – важная часть мировой культуры, поэтому собравшимся предлагают обсудить, как менялись диснеевские герои и, прежде всего, принцессы на протяжении времени. Желающих разобраться в различиях между Белоснежкой и Рапунцель ждут в 18.08 по адресу Светланская, 55, вход свободный. Пока на этом все. Хороших вам выходных и до встречи на культурных площадках города. И далее к новостям спорта. Футболисты «Луча» встретились с приморской молодежью. Спортсмены провели большую тренировку в селе Вольно-Надеждинское, где собрались десятки юных игроков. Профессионалы поделились своим опытом, а также отыграли несколько матчей в составе детских команд. Подробности расскажет Максим Яковлев. Футбольный график у приморского «Луча» непростой. За одну неделю порой нужно успеть отыграть и дома, и в центральной части России. И даже в таком распорядке «Желто-Синие» находят время для работы с молодежью. Команда между матчами заглянула в Вольно-Надеждинское, где ее ждали мальчишки из детских спортивных секций, а также воспитанники школы-интерната села Раздольное. Поразил вот такой жизнерадостный стержень, который есть в Вольно-Надеждинске, который объединяет здесь детвору, старшее поколение тренеров. И я считаю, что это настоящая находка. В первую очередь профессиональные футболисты провели разминку. Молодым спортсменам было уже не в моготу, они хотели побыстрее сыграть за и против приезжих гостей. Поэтому, недолго думая, толпа разделилась на команды, и вскоре на поле начались футбольные поединки. Молодежь не отрывала глаз от тигров, среди которых были такие игроки, как Максим Насадюк, Александр Носов и Остемир Абазов. Последний, к слову, провел для ребят самый необычный мастер-класс по зрелищным ударам через себя. Естественно, я сам люблю такой элемент удара. И детям понравилось, решили попробовать. Ну, я скажу, у многих хорошо получается. То есть, акробатические данные у них достаточно хорошие. Я думаю, тебе уже можно после такого момента сразу на тренерскую думать, попытаться, думать, что-то такое есть в тебе детское тренерство. Ну, да, честно, даже в будущем я разрушаю. Кстати, ворота от большей части ударов в этот день спасала юная Софья. Девочка однажды сама пришла и записалась в местную секцию. Как отметили футболисты Луча, если бы не возраст, Софью сразу бы забрали к себе в команду. Ну, не знаю, мне просто нравится стоять на воротах. Прикольно. Тяжелые удары отбиваешь? Да. Правда, потом руки болят немного. А не боишься? Нет? Нет. Просто иногда они там пролетают, когда не успеваешь их поймать. Местная детвора была в восторге от приезда профессионалов. После общей итоговой фотографии ребята выстроились в целые очереди за заветными автографами. Взамен юные футболисты желали Лучу удачи в предстоящих матчах. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Экс-директора «Некрополя» Игоря Бабынина задержали. На муниципальном предприятии прошли обыски. Госавтоинспекция рассекретила камеры. Карту, фото, видеорадаров можно найти на сайте ГИБДД. Элита российской армии. День воздушно-десантных войск отметят во Владивостоке. Фестиваль уличного кино пройдет в амфитеатре «Спортивной набережной» в середине августа. Сквер вьетнамского лидера Хо Ши Мина во Владивостоке. Жители Борисенко радуются новому месту отдыха. Игроки «Луча» провели мастер-класс для юных спортсменов села Вольно-Надеждинская. Профессиональные футболисты отметили навыки подрастающего поколения. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете и все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните уже завтра. Вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. Лето – это время путешествий. Подчас со всей семьей. Оно всегда вспоминается как лучшее время, несмотря на трудности. Отдых с маленькими детьми – большое испытание. Дети могут потеряться, заболеть, капризничать. Или придумать игры, от которых поседеют родители. В аэропорту США двухлетний мальчик целых пять минут катался на багажной ленте между тяжелыми чемоданами. Его мама ненадолго отвлеклась, чтобы напечатать посадочный талон. Игра была для ребенка яркой, но повторять за ним не стоит. В результате инцидента малыш сломал руку. Итак, во время путешествия присматривайте за детьми и чемоданами, чтобы не получилось, как на следующем видео. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok